привет мои любимые как и обещала вам вызвало солнышко вот так вот у нас в питере такая волшебная утренняя погода загружается у меня видео как я сюда шла в магазин в дикси вот он сейчас я возле него стою купила водичку купила пакеты мусорные что я там еще купила а бананы и что-то еще вроде бы что же еще а семечки вот у меня получилось сколько у меня получилось 240 чем-то рублей так что стою любуюсь на это небо такая красота просто сказочная вызвало солнышко как и обещала и не забудьте что сегодня зеркальное число всем обязательно обязательно нужно загадать желание смотрите перышко еще от рима фенди лайф на счастье видите я тут нагнулась и стою и иду домой тащу воду такая у меня тень их видите тень на плите не знаю я чем больше вам снимаю и чем откровение с вами разговариваем тем у меня больше желание рассказывать вам еще больше и еще больше и еще больше и у меня просто не хватает ни времени невозможности рассказывать столько сколько я действительно чувствую поставить ее можно нету поделать вот тут нужно я молодец кто молодец как говорит ирина хинделай я молодец хочу поснимать вам эти фигурки если выключиться то только что начала видео можно будет снова начать смотрите какие они прекрасные кем классные как будто вообще-таки или мы где-то в греции или это одно и то же не знаю в общем вот такая красота у нас тут в петербурге такое волшебное небо как в розах от него вообще невозможно оторваться солнышко которое я вызвала я проснулась вообще была темень и пасмурно вот я сказала не хочу идти на улицу пока не вызову солнышко вот я его вызвала сразу же пошла это моя любимая улица в стране вот вы видите я когда увеличиваю мне кажется что это как будто нью-йорк у меня где-то в чикаго это вообще не знаю где может быть даже в стокгольме так красиво доброе утро мои родные наверное вас заболтала давайте я помолчу а просто поснимаю эту красоту почему-то все больше и больше хочется тишины какой-то новое у меня пошел период моего развития боже как классно мой любимый петербург так где-то моя вода стоит вон она смотрите какая собачка хорошенькая собачка вообще красота не хочется никуда идти вот села бы на ступеньках на этих красивых с ажурными перилами и сидела бы вам снимала бы вот эту тень на доме вот этого дома прям как башня видите там тень вообще красивая так интересно как будто вот у меня такое возникло уже чувство что я справилась с какими-то своими конкретными такими заморочками блоками еще чем-то я вот вам говорила что я 17 лет вообще не общалась с мужчинами вообще их вычеркнула они для меня были как инопланетяне как будто бы абсолютно с другой планеты понимаете и я их вот в упор не видела где-то там в транспорте когда ездила на работу вот как будто их не существует на женщин обращала внимание и здоровалась и общалась и знакомилась и так далее а мужчин вообще в упор не видела а сейчас когда я что-то проработала конкретно для меня они как-то начали приближаться к какому-то состоянию ну вот как женщины можно сказать я раньше вообще как будто понимаете как будто скинула абсолютно со всех счетов ну наверное у меня обида была на моего папу потом это перелилось на супруга потом это перелилось там нет потом это перелилось на первую любовь что он меня там не понял не почувствовал и все что-то потом перелилось на моего супруга вот потом перелилось даже где-то на моего сына и все это так знаете как как снежный ком одно за одним вот и у меня какое-то стало такое отгораживание вообще от противоположного пола как будто его просто не существует мне без него кайфово и я начала все зажирать если раньше я весила там 45-50 килограмм с моим ростом вот то потом был период когда я уже весила когда я жила в Великом Новгороде я весила наверное уже килограмм 110 может быть даже больше это вы понимаете после 45 50 на 110 это в два раза больше была одна ира стала две вот такое интересное и я даже вообще не наблюдала за собой вот не так вот сейчас я сейчас что-нибудь там прогоню и сразу же в моменте вижу что я что-то там прогнала или что-то там не сделала что должна была сделать или что-то не сказала я сейчас это хотя бы уже фиксирую понимаете а раньше у меня такого вообще не было я там что-то прогоню и принимаю это все как должное не что ли не чувствую как будто была вот как мячик вообще закрытая от всего понимаете мне там где-то врежешь я просто отскочила и дальше какой-то своей вставленности продолжаю проживать какие-то вещи приемляться там в чем-то вот а сейчас такое новое какое-то состояние что я каждый-каждый-каждый момент вот очень четко ограничиваю вижу прорабатываю и абсолютно нет мысли раньше вот я думала вот почему он так делает вот почему он так сказал а сейчас у меня вообще такого нет я просто все принимаю вот все абсолютно что идет раньше я говорила нет я не могу и вот сейчас тоже я говорю раньше сейчас еще что-то еще какое-то осталось понимаете оценивание еще что-то это тоже не очень хорошо но это гораздо лучше чем совершенно не наблюдать за собой и не отмечать какие-то вещи что ты чего-то не делаешь на что-то абсолютно не реагируешь вот вот когда мне было года 4 или 5 я конкретно была в моменте но я думаю как и каждый наверное ребенок я вот в ясельках там почувствовала что скучаю по своей собаке по шарику и я вылезла в форточку среди ночи я не знаю в 12 ночи или в час или сколько там было времени не знаю мы жили в своем доме ну в частном секторе и я просто вылезла в форточку и пошла домой понимаете вот реально среди ночи я шла из яселек ну из садика домой маечки в трусиках босиком среди ночи и это было уже начало осени было достаточно прохладно и темно я даже помню эти фонари огромные я ощущала себя такой маленькой мне казалось что я такая бесстрашная потому что я иду к своему шарику у меня была дворняжка собака когда я родилась ему уже было наверное лет 10 а может 15 потому что он очень-очень взрослый умер его подарили маме моей на 18 лет отец ее подарил щенком вот и мама потом вышла замуж и родились мы и эта собака с нами все время жила шарик и ее все время там его все время кусали собаки он постоянно с кем-то дрался приходил домой и у него были покусаны все бока а мама покупала стриптоцит в аптеке разрезала все это ему засыпала стриптоцитом все эти раны и все это зашивала короче делала сама ему операции вот я помню как он отлеживался лежал там сутки как он ей ручки лизал и как у него слезки текли у этого шарика и он для меня реально был членом семьи и я ради него готова была на все среди ночи идти из садика и мне было ничего вообще не страшно понимаете а сейчас какие-то бывают настоящие моменты когда нужно действовать а я раз и туплю просто пропускаю какие-то вещи просто пропускаю момент а когда приходит осознанность что меня в моменте не было становится очень грустно мои хорошие когда тебе что-то втюхивают и ты щелкаешь как говорится клюва и принимаешь чью-то ложку или чью-то там ну правду для них за свою вот поймите бывает такое тебе кто-то советует говорит ну сделай так ты потом не пожалеешь я тебе обещаю и ты принимаешь чью-то правду на веру и ты это делаешь да я понимаю что это опыт даже если ты накололся вот он прошел по этому пути и у него как говорится получилось понимаете он там достиг того чего он хотел и он тебе это посоветовал и ты идешь по его же пути и у тебя получается полная лажа потому что ты хоть и одно с ним божественное существо и одно сознание общее но проявление у тебя в физическом мире совершенно другое и путь у тебя совершенно другой и опыт ты пришел получать абсолютно другой понимаете ты пришел прожить именно свой опыт а принимать за веру чьи-то постулаты это вообще неправильно и я это понимала когда мне было я не знаю наверное 6-7 лет может быть даже раньше вот у меня бабушка была как антиподом она меня там таскала в какие-то собрания вот были она свидетель Львовы была вот и вот эти собрания там где такие огромные столы на улице они там готовили и все там пели и танцевали приходили какие-то люди которые читали какие-то псалмы пели потом люди которые были вкрещенные духом святым и они там молились и все люди там чуть ли не как под этим как его не под наркозом а когда вводят в этот как он там называется забыли просто они там падают и сознание теряют и брат мой сидел на вот такие красные щеки потому что он во все это вовлекался и во все это верил вот а я тогда еще в пять в шесть лет чувствовала себя абсолютно не в своей тарелке как будто я просто какой-то наблюдатель и я не понимала зачем это мне все нужно опять вам наболтала целую кучу всего мои родные простите я правда я вам сказала уже что я чем больше с вами разговариваю тем мне больше хочется делиться и этой красотой и своим видением и проживанием и какими-то своими мыслями которые для меня очень даже важны что ли у меня вообще какой-то бизик пошел я начала не только там стихи писать а какие-то рассказы никогда раньше не писала вообще не знаю что это такое вот а сейчас начала писать и мне люди пишут комментарии что великие поэты ой великие писатели курят нервно в сторонке Ирина ты пишешь такие замечательные вещи такие красивые обороты и все 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 ну да что-то у меня такое бомбануло короче меня ладно мои любимые всем прекрасного дня пока-пока люблю вас мы тут ребята ходят гуляют пока вот моя водичка и что там ребята пошли пока 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 пока